Я благодарю за эту возможность стоять перед церковью и быть служителем слова. На самом деле, это не просто, это сложно. И некоторые слышат то, что провожу такую небольшую серию по книге откровения. Говорят, перестань этим заниматься, занимайся другим. Это сложно. Но никто не может нас с вами лишить того благословения, которое Господь обещал нам в третьем стихе. Блажен читающий и слушающий слова, пророчество всего и соблюдающий написано в нем, ибо время близко. На самом деле, я хотел бы вас пригласить, чтобы мы получили это блаженство. Давайте мы помолимся перед словом и начнем. Отец наш Небесный, мы к Тебе приходим. Мы просим, чтобы Ты сегодня не лишил нас этого блаженства, этой радости, откровения Тебя, Господь, в Твоем слове. Исполни меня Духом Твоим святым, Господь. Говори через меня, я прошу, чтобы Ты исполнил меня Твоей силой, Твоим словом, чтобы Ты был возвеличен в этом служении, наш Бог. Аминь. Можете присесть. Всего шесть стихов, 120 примерно слов, я примерно посчитал. Представьте, это такое маленькое обращение, которое было обращено к Третьей церкви, Пергамской церкви. И Христос, когда обращается к этой церкви, Он хочет, чтобы эти слова, эти 120 слов, я скажу гораздо больше, чем Христос сказал. Но о Его слова они несли радикальное мышление и перемену в сознании этой церкви. Хочу напомнить, что мы с вами изучаем откровение. Это послание к семи церквей. Откровение Иисуса Христа. Кто не был на предыдущих служениях, вы можете посмотреть в архиве нашей церкви, на нашем YouTube-канале церковном. Вы можете посмотреть первую проповедь и остальные проповеди вечернего служения, где мы поднимали эти темы. Что интересно, что книга «Откровения» – одна из самых важных целей, которые я хочу, чтобы мы обратили внимание, это именно посмотрели со взгляда, как можно открыть Христа. То есть книга «Откровение» должна в нашем сознании, в нашем сердце открыть, кто такой Христос. Я знаю, что там очень много сложного, потому что когда ты вникаешь, изучаешь эти, поднимаешь глубину этих 120 слов из текста, которые будем читать, очень огромная глубина, очень много информации. Это одна из таких сложных церквей, о которых сегодня стоит говорить. Но, тем не менее, там есть «Откровение Христа». И вот это я хотел бы, чтобы мы с вот этим мировоззрением посмотрели на эту книгу «Откровение Иисуса Христа». Хочу напомнить, что книга «Откровение» писалась примерно 40 лет после восстановления этих церквей, когда апостол Павел основал их. То есть Христос основал через апостолов эти церкви. И положение церквей было немножко плачевным, тяжелым. Мы видим проблемы, о которых Христос поднимает и говорит. И знаете, многие думают, ну, многие так думают, что семь церквей – это семь периодов времен. Ну, они имеют это право. Я также хотел бы сказать, что семь церквей – это они носят характер нас с вами. То есть в каждой церкви мы можем себя обнаружить и увидеть, где Христос был сокрыт от нас и где мы можем его вновь открыть, где Дух Святой нам это будет показывать. Начну из книги Исаии 49 главы. Если мы откроем с вами первые три стиха. «Слушай меня, слушайте меня острова и внимайте народы дальние. Господь призвал меня от шрева от утробы матери моей назвал имя мое. И соделал уста мои, как острый меч. Тенью руки своей покрыл меня. И соделал меня острием стрелою изощренную. И в колчане своем хранит меня. И сказал мне, ты раб мой, Израиль, в тебе я прославлюсь». Вся глава 49 главы книги Исаии, если вы внимательно посмотрите, вы можете увидеть там пророчество именно Иисуса Христа. Вся эта глава говорит о Христе. «Ты соделал уста мои». Представляете, когда Христос ходил по земле и когда Он открывал свои уста, каждое слово Его было приправлено солью. Оно было настолько острым, где судило помышление, намерение сердечное, то, что мы сегодня с вами имеем. Каждое слово. Не было ни одного слова сказано Христом в пустую навозу, что мы привыкли делать. Он не говорил об анекдотах, Он не говорил о пустословии. Он, если говорил, то Он говорил строго по назначению сердца человека. Вот о ком говорит Исаия.